чтобы узнать о своем происхождении библия приглашает нас вернуться назад самый первый стих библии говорит нам откуда мы произошли в начале сотворил бог смотрите здесь заявляется о том что все было сотворено и второе сотворил все это бог книга откровения пишет что в конце времени вопросы сотворения и принадлежности являются очень важными вопросами откровение 13 глава посмотрите они поклонились дракону за то что тот дал зверю такую власть они поклонились зверю и говорили разве есть еще кто-то подобны этому зверю и кто может с ним сразиться кому вы принадлежите кому вы поклоняетесь вот в откровении в 13 главе мы видим заявление о том что кто-то поклоняется так называемому зверю а в откровении в 14 главе мы читаем другой призыв поклонитесь создавшему небо и землю море и источники вот вы слышите евангелие призывает нас поклониться богу творцу и послание для всего этого мира и она напоминает нам о нашем происхождении напоминает нам о том что мы вышли из рук божьих наше общество давно отошло от концепции того что бог это творец но как это случилось в 1831 году корабль под названием бигель отправился из великобритании голополосским островам расположенным 800 километрах от запада эквадора на борту находился молодой ученый чарльз дарвин и во время этого эпического путешествия он изучал многих животных на голополоских островах он был заинтригован различиями которые он увидел среди животных одного вида это привело дарвина к продвижению совершенно иного взгляда на происхождение видов он не был первым кто предложил идею эволюции но он популяризировал идею о том что люди произошли от низших форм жизни но на протяжении миллионов лет идеи дарвина означали что в мире нет места всемогущему творцу если следовать идеям дарвина до их логического завершения то не было необходимости отчитываться перед богом но в откровении в 14 главе содержится призыв поклониться богу творцу этот призыв обращен не к одной группе людей или к одному времени в истории человечества но ко всем людям во все времена и в особенности к божьему народу живущему в последние дни знаете главная тема книги откровения это поклонение кому вы выбираете поклоняться бог призывает чтобы мы поклонялись ему как же это сделать что значит поклонитесь богу наш удивительный мир создан был за шесть дней я верю и в первый день творения бог сказал да будет свет и появился свет бог заговорил и появился свет и так каждый день в течение первых пяти дней бог творил добавляя красоту этого мира подготавливая мир тому что произойдет на шестой день а на шестой день появился шедевр божьего творения как вы думаете что это было давайте посмотрим бытие 1 глава 26 стих бог сказал создадим человека наш образ и наше подобие слово божье ясно говорит что вы мы люди были задуманы были сотворены были созданы любящим богом интересные слова записаны в псалме 33 посмотрите словом господним сотворены небеса по велением из уст его звездное воинство и другой стих потому что он сказал и стала он повелел и явилась но вот на шестой день бог сотворил адама и еву но это было еще не все дальше мы читаем бытие во второй главе уже второй стих что к седьмому дню бог закончил труд который он совершал и на седьмой день он отдыхал от всех своих дел бог отдыхает в седьмой день но не потому что он устал а чтобы насладиться миром который он только что сотворил и он дал человеческой семье адам уеве и всем нам память о своей творческой силе вечный знак об этой неделе творения интересные слова дальше мы читаем бог благословил седьмой день и сделал его святым потому что в этот день он отдыхал от своего труда который он делал и завершил и так давайте подытожим бог сотворил мир за шесть дней так говорит библия и я в это искренне верю а на седьмой день он отдыхал или почил других переводах этот седьмой день данный притворение должен был стать вечным знаком вечным напоминанием о наших корнях о том что мы были созданы богом и по образу божьему для вечной жизни бог благословил этот день он сделал его святым он выделил его как напоминание о том кто он есть и что он способен сделать он подарил его человеческой семье обратите внимание еще раз на вот эти три вещи которые бог сделал в субботне или седьмой день бог благословил этот день до субботу сделал его святым и отдыхал от своих трудов знаете вообще откуда появилась семидневная неделя бог создал ее в самом начале вот все остальные циклы нашего календаря мы можем найти в природе например один год это 365 дней именно столько времени требуется земле чтобы сделать круг вокруг солнца один месяц это приблизительно 30 дней и он связан с движением луны один день сутки это 24 часа именно столько времени требуется земле чтобы сделать один поворот вокруг своей оси а неделя семидневная неделя откуда она взялась бог сотворил ее 6 дней он создавал а в седьмой день отдыхал и каждую неделю и верующие и абсолютные атеисты признают реальность творения отмечая очередную семидневную неделю когда человек совершает грех эволюция не предлагает ему решение проблемы царь давид например молился этими словами сердце чистое сотвори во мне боже когда вы сломлены когда вы нуждаетесь в восстановлении именно бог творец способен это сделать суббота седьмой день недели это удивительный знак божьей творческой силы благодаря которой он сотворил мир и силы которые он демонстрирует когда дает вам силу когда он восстанавливает вас когда он поднимает вас когда он а ремонтирует вас если хотите и суббота друзья это важная составляющая благодаря которой бог может это осуществить есть только один день которому бог уделяет вот такое особое внимание единственный день недели который он благословил я которым я читаю библии на горе синай бог своей рукой написал десять заповедей помните на чем мы уже говорили об этом на каменных скрижалях на камне не на песке где они скоро были бы стерты а на камне потому что они были предназначены чтобы существовать вечно помните как начинается четвертая заповедь одна из десяти заповедей записанных на камне вы можете найти их в двадцатой главе книги исход восьмой стих посмотрите помни субботний день и храни его святым шесть дней трудись и делай всю свою работу но седьмой день это суббота господу твоему богу не делая в этот день никакой работы не ты не твой сын или дочь не слуга или служанка не твой скот не чужеземец в твоих городах вы видите что здесь сказано что субботний день это суббота кому чей этот день господу богу твоему ни слова о том что это суббота для евреев для арабов или для еще кого-то да многие говорят сегодня что суббота это еврейская суббота но помните что бог установил установил субботу на следующий день после того как сотворил адама и еву то есть субботний день существовал задолго до появления еврейского народа кстати первый еврей появился только примерно через две тысячи лет после сотворения земли дорогие мои суббота была дана не для одной какой-то расы группы людей этнической принадлежности она была дана всем людям на все времена и так же как и остальные девять заповедей даны людям на все времена в прошлой теме мы об этом говорили можете посмотреть на ссылочку в описании найдете таки это заповедь как и остальные относятся ко всем людям на все времена бог говорит помни а что помнить почему он так сказал что помнить и его дальше исход здесь же 20 глава 11 стих за шесть дней то есть что то здесь господь напоминает за шесть дней господь сотворил небо и землю море и все что в них а на седьмой отдыхал поэтому господь благословил субботний день и осветил его вы слышите бог говорит помните кто я и кто вы для меня суббота напоминает нам что бог создал нас в самом начале и он готов и желает и хочет восстановить то поломанное в нас здесь и сейчас то есть если господь сотворил всю эту землю сотворил нас почему он не может возродить нас почему он не может отремонтировать нас если хотите вот следующий вопрос а как насчет иисуса христа знал ли иисус христиане ведь христианская церковь до христианское движение появилось и название в честь иисуса христа поэтому нам важно а что же об этом думает иисус христос посмотрите луки 4 глава 16 стих однажды иисус пришел в назарет в город где он вырос и в субботу как обычно он отправился в синагогу там иисус встал чтобы читать если была бы какая-то причина по которой людям не нужно было бы соблюдать субботний день иисус мы верим что он также является творцом он не стал бы этого делать он не стал бы в субботу идти куда-то на поклонение куда-то для того чтобы читать священные писания но своим примером иисус показывает что суббота седьмой день важен для бога удивительно но сегодня многие люди назначают себе субботу на воскресенье или суббота для них это пятница в чем здесь проблема видите в русском языке шаббат что значит покой до или еженедельный покой еженедельная суббота это одно и то же слово то есть суббота в календаре которым назван день недели и слово которое переводится как шаббат суббота в русском одно и то же слово например в английском это два разных слова то есть саббат это как раз шаббат вот тот и ниде еженедельный покой а день недели в календаре называется сады то есть это два разные слова то есть многие люди не отказываются от еженедельного покоя они говорят да еженедельный покой очень важны но говорят что вот мой покой мой шаббат будет у меня по вторникам например или по пятницам но бог не просто говорит друзья вам нужно один день в неделю отдыхать вам нужно один день в неделю отделить для меня но он четко определяет какой это должен быть день недели когда вы должны соблюдать этот шаббат посмотрите например на евангелие от луки двадцать третью главу ведь мы хотим чтобы библия сама себя объяснила чтобы не мы приносили свое понимание в библию но чтобы библия сама себя нам изъясняла и вот у нас двадцать третья глава рассказывается о биосифе аримафейском и вот этот человек пошел пилату и попросил тело иисуса он снял тело обернул его в льняное полотно и положил его высеченную скалу в гробницу где еще никого до этого не хоронили это была пятница день приготовления к субботе которая уже наступала за иосифом пошли женщины пришедшие с иисусом из галилеи они видели гробницу и то как тело иисуса было положено в нее вернувшись они приготовили душистые мази и масло субботу они провели в покое согласно заповеди итак давайте посмотрим что здесь происходит иисус умер в пятницу и скоро наступила суббота те кто хоронили его начали готовить его тело к погребению но чтобы соблюсти заповедь они вернулись домой не закончив процесс и в субботу оставались в покое а дальше посмотрите 24 глава следующие стихи рано утром в первый день недели женщины взяв приготовленные душистые мази пришли гробницы здесь четко определены границы библейской субботы значит иисус умирает в день приготовления день который обычно называют страстной пятницей а воскрес из мертвых в первый день недели и каждый год на пасху верующие празднуют воскресение иисуса он умер в пятницу он воскрес воскресенье а между ними была суббота день между пятницей и воскресеньем называется субботой шаббат понимаете откуда название субботы появилась даже в русском языке она звучит очень похоже до суббота шаббат шаббат и не знаю где вы живете но в моем календаре воскресенье это всегда первый день недели даже если я открою телефон или планшет компьютер суббота седьмой день а первый день это воскресенье но вот еще один вопрос который сегодня задают люди а как узнать что спустя столетия седьмой день недели по прежнему на месте как знать что со всеми вот этими изменениями календарей не сдвинулась еженедельная суббота что понедельник остался понедельником вторник это вторник и суббота это суббота ученые которые изучают астрономию звезды планеты и прочее и ненадушны в том что дни недели остались на месте то есть седьмой день который был для иисуса все еще по-прежнему седьмой день и для нас календари менялись были разные летоисчисления но семидневный цикл остался нетронутым то есть суббота 5000 лет назад по-прежнему остается суббота и сегодня и так любой день недели семидневный цикл друзья сохранился и божий день который в библии назван субботой по-прежнему называется субботой и сегодня этот день в которой бог творец покоился и это тот же самый день когда иисус будучи в могиле тоже покоился но суббота друзья это не просто заповедь это не просто день который что-то нам запрещает бог говорит что суббота это день который может быть для вас благословением день который может стать для вас радостным знаете мы по своей природе люди из плоти и крови мы нуждаемся в отдыхе и вот суббота дарит нам такую возможность мы проводим время с богом мы проводим время с другими верующими проводим время с семьей с друзьями это все благодаря субботе представьте себе что бог дал бы евреям день отдыха в каждую неделю а остальным сказал а а вы оставайтесь без отдыха можете работать дальше бессмысленно заповедь о субботе это не просто запрет на какие-то действия но и благословения которые мы обретаем следуя божьему замыслу и в библии не сказано что это 10 предложений это 10 заповедей в том числе и заповедь о субботе это не просто совет о субботе это заповедь о субботе ну вот представьте себе что я холостой парень да у вас семь дочерей и и вот я прихожу к вам и говорю я хотел бы жениться на вашей дочери на одной из них а вы спрашиваете на какой я бы ответил на 7 она мне так нравится мы так хорошо ладим мы здорово проводим время если я покажусь вам серьезным парнем и вы подумаете что из меня получится неплохой взять вы скажете мне хорошо она выйдет замуж за тебя и вот наступает день свадьбы невеста идет к алтарю с опущенной фатой держась за руку своего отца церковь полна людей и вот она доходит до алтаря отец поднимает фату и что вижу это не то дочь это нет седьмая дочь это то ли 1 то ли 2 как вы думаете какая будет моя реакция сказать подумаешь 1 2 последняя какая разница свадьба в самом разгаре гости уже здесь все оплачено пусть будет это нет я не хотел бы такого отношения к себе я не хотел бы чтобы так ко мне относились так меня обманывали точно также и бог говорит не 1 не 2 не 3 не 4 не 5 или 6 он сказал 7 если бы для бога было бы все одинаково он бы сказал выбери себе день любой он этого не делает он говорит седьмой день суббота господу богу твоему видите ли суббота друзья это памятник памятные дни заставляют нас размышлять о прошлом да мы что-то вспоминаем памятные дни нельзя так просто заменить или изменить да вы можете отпраздновать годовщину своей свадьбы за день или на день позже но это не изменит той даты когда вы поженились и пример иисуса очень понятен давайте дальше посмотрим а как насчет апостолов как насчет его учеников что произошло после смерти иисуса об этом нам рассказывает книга деяния апостолов 17 глава павел по своему обычаю пошел в синагогу и там три субботы подряд рассуждал с иудеями описание это было три последовательных еженедельных суббот а не церемониальные субботы то есть не какие-то праздники на что показывает нам что еще долго после смерти иисуса павел и другие соблюдали субботу а было ли это потому что они были евреями или потому что здесь написано что они пошли в синагогу но как бы синагоги только по субботами были открыты а вот еще один стих посмотрите 16 глава 13 стих в субботу мы вышли за ворота города к реке где как мы предполагали было место для молитвы мы сели и начали разговаривать с женщинами которые там собрались слышите это уже было за пределами синагоги показывая нам что соблюдение субботы было не только для евреев но для всех верующих а вот еще один отрывок 13 глава дальше 42 стих когда павел и варнава покидали синагогу их попросили говорить о том же следующую субботу не воскресенье в следующую субботу это ученики иисуса которые стали христианами это ученики иисуса которые продолжали жить и служить уже многие десятилетия спустя после смерти иисуса еще один стих 44 следующую субботу почти весь город собрался чтобы послушать слово господа более 50 раз суббота упоминается в новом завете но ни разу не было сказано об изменении потому что изменения не было иисус конкретно об этом говорит в матфея 24 главе посмотрите он предупреждает их о разрушении иерусалима и вот он говорит горе же беременным и кормящим грудью в те дни молитесь чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу да ну понятно почему зимой я был в израиле несколько лет назад это было как раз феврале ночью температура опускалась до нуля градусов это серьезно поэтому понятно почему зимой до чтобы ваше бегство не случилось потому что ну тяжело где-то укрыться на улице холодно с детьми да и так далее и так далее а почему в субботу чтобы вам не приходилось нарушать заповедь о субботе разрушение иерусалима произошло в семидесятом году нашей эры через тридцать девять лет после смерти иисуса и заглядывая в будущее иисус как бы говорит ребята через примерно 40 лет после моей смерти суббота будет все еще важна субботу вы все еще будете соблюдать поэтому молитесь о том чтобы ваше бегство не случилось зимою или в субботу очевидно что соблюдение субботы не закончилось после смерти иисуса на кресте да найдутся люди которые скажут ну в новом завете нет ничего что говорило бы о соблюдении субботы как седьмого дня но ничто может быть яснее как эти слова которые мы только что прочитали слова иисуса когда иисус умер на кресте да что-то закончилось что-то перестало иметь значение церемонии символы тени это закончилось мы об этом говорили в прошлой теме поэтому для верующих в иисусах больше а нет они праздничных или церемониальных дней нет жертвоприношений животных но другие заповеди например не убивай не нарушай супружескую верность не кради и другие они остались неизменны разве пятая заповедь почитай отца твоего и мать твою ушло в прошлое нет тогда как насчет помни день субботни чтобы светить его это тоже осталось для всех поколений всем людям на все времена вот следующий вопрос а когда же начинается и заканчивается суббота библия ясно говорит что суббота начинается и заканчивается заходом солнца когда солнце заходит в пятницу вечером начинается шаббат начинается покой а затем в субботу вечером когда солнце снова заходит суббота завершается летом это происходит немного позже зимой солнце садится раньше но где бы вы ни находились когда солнце бы не заходило в пятницу или в субботу это всегда будет 24 часа исключениями наверное могут быть там где полярные ночи или полярные дни кстати если вы соблюдаете субботу и живете в этих отдаленных регионах напишите пожалуйста в комментарии как вы празднуете субботу мне было бы очень интересно узнать наверняка в таких регионах а может быть это ну когда вы ложитесь спать да или может быть с 6 вечера до 6 вечера но обязательно расскажите как это у вас происходит а вот посмотрите дальше как же мы будем поклоняться там на новом небе и на новой земле в какой день мы будем приходить на поклонение перед богом для этого мы откроем книгу пророка исаи 66 главу посмотрите потому что как новое небо и новая земля который я создам устоят и останутся предо мной возвещает господь так останется ваше потомство и ваше имя и дальше и от новолуния к новолунию от субботы к субботе все люди будут приходить и поклоняться мне говорит господь вы слышите на новом небе и на новой земле именно в субботу мы будем приходить на поклонение кто-то сравнил субботу с клапаном который высвобождает давление этой жизни друзьям и суббота это качественное время сбок это время для поклонения это время для семьи это время для прогулок на природе помните что природа также показывает нам как великий чуден бог потому что это он все создал суббота это время когда мы не заняты обычными делами суетой мы не заняты походом по магазинам все это может подождать до захода солнца или может быть до следующего дня это время субботнее время отделено нашим создателем оно свято свято значит отделено чтобы мы могли расти его присутствие что мы могли наполняться его любовью подумайте что это говорит о боге как бог чудно все придумал знаете когда правительство объявляет какой-то день выходным мне кажется мало кто жалуется на это а бог идет еще дальше он говорит я даю вам особенный день выходной каждую неделю один день в неделю когда вы можете сделать остановочку бог хочет чтобы мы ощущали его присутствие ведь в суете этих дней мы не то что бога забываем мы забываем про семью забываем про себя мы чем-то увлечены он не хочет чтобы мы просто существовали в этом мире он хочет чтобы мы жили жили жизнью с избытком чтобы мы процветали чтобы мы не становились все более похожими на него представьте себе бога который так щедро одаривает вас своей любовью подумайте о боге который говорит я хочу быть в центре твоей жизни как никогда раньше я хочу чтобы ты общался со мной так как никогда не общался со мной раньше знаете бог знает что у вас есть заботы у вас есть дела у вас есть финансовые нужды он хочет чтобы у вас была классная жизнь чтобы у вас было благополучие но он также хочет чтобы вы взяли таймаут чтобы снизить стресс чтобы вновь набраться сил знаете что человеческое тело работает в 24 часовом ритме называемым циркадным ритмом ученые известны как отец хронобиологии доктор франц халберг из университета миннесоты утверждает что человеческий организм работает по семидневному циклу этот биоритм показывает что многие наши функции работают по семидневным циклам сердцебиение кровяное давление температура тела и многое другое регулируется околодневными ритмами это говорит о том что вполне логично что мы должны соблюдать седьмой день субботу мы созданы такими я не говорю что четвертая заповедь а важнее других заповедей это не так но бог также хочет чтобы вы знали что четвертая заповедь не менее важна чем остальные когда десять заповедей становится девятью заповеди это значит что вы соглашаетесь с богом лишь на 90 процентов это значит что вы согласны лишь на 90 процентов благословений который бог хочет вам дать но это еще не все апостол иаков пишет здесь уже предостережение 2 глава 10 стих посмотрите кто соблюдает весь закон но согрешит в чем-то одном тот виновен во всем а помните что иисус сказал евангелие от уана в 14 главе в 15 стихе если вы любите меня то будете исполнять мои заповеди видите заповедь соблюдение заповеди всегда связано с любовью в ответ на любовь божью своей любовью мы отвечаем и это проявляется в том что мы соблюдаем его заповеди то есть когда вы любите бога вы вступаете в близкие отношения с иисусом и вашей жизни происходит нечто невероятное вы вдруг обнаруживаете что иисус живет своей жизнью вас вы будете соблюдать его заповеди потому что закон написан в вашем сердце и вы будете любить его вы будете расти в результате этого и вы будете счастливым человеком я часто слышу вопрос а что будет с теми верующими которые никогда не знали про заповедь о субботе что будет с ними в деянии в 17 главе сказано что бог оставляет в стороне времена невежество то есть незнание это значит что если вы не знали он не собирается привлекать вас к ответственности но может быть вы не знали до просмотра этого видео но сейчас к вам может быть уже немного другой подход потому что сейчас мы уже услышали сейчас вы уже узнали и поэтому бог делится с вами этой истиной потому что он хочет чтобы для вас самого было все самое лучшее и он хочет чтобы весь мир об этом узнал чтобы у каждого была возможность поклоняться ему в истине и наслаждаться благословениями которые он дает если то о чем мы сегодня говорили для вас новое обратитесь библии в уроках который ссылку которым ссылку вы найдете в описании вы также сможете более подробно почитать и найти посмотреть что касается четвертой заповеди что касается субботнего дня почитайте библейские стихи сами для себя в тишине и молитесь богу боже покажи мне твою волю дай мне силу следовать ей если готов был иисус умереть за вас тогда то меньшее что вы можете сделать это жить для него сегодня вы слышите если иисус был готов умереть за вас тогда то вы можете жить для него сегодня библия описывает божих людей как соблюдающих его заповеди и имеющих веру в иисуса вы хотите быть в этой группе людей когда вы видите и знаете волю божью вы понимаете что это привилегия расти в иисусе возрастать в благодати любить того кто сделал так много чтобы продемонстрировать свою любовь к нам иногда мы сталкиваемся с вещами даже не подозревая об их ценности однажды в 1975 году мужчина возвращался с работы он работал на заводе фиат в турина в италии по дороге домой он остановился у полицейского участка где проходил аукцион на аукционе часто продавались потерянные или украденные вещи но которые никто а не не находил то есть имущество которое не было востребовано вот время от времени этот человек останавливался на этих аукционах чтобы посмотреть нет ли там чего-нибудь интересного что он хотел бы купить вот в этот вечер он увидел две небольшие картины выставленные на продажу они ему очень понравились и он подумал что эти картины будут очень хорошо смотреться у него на кухне на стене эти картины хотел купить кто-то еще и поэтому ему пришлось заплатить за них немного больше чем он рассчитывал но все же он заполучил картины он был безмерно рад он забрал их домой он повесил их на кухне как и планировал и каждый день приходя домой он смотрел на эти картины и он улыбался они ему так нравились а вот много лет спустя его сын поступил в колледж и стал посещать занятия по искусству и однажды сын листая книгу увидел изображение чего-то что было удивительно похоже на одну из этих картин при ближайшем рассмотрении он обнаружил что одна из этих картин была написана французским художником по имени пьер бонар величайшим мастером второй была картина поля гогена когда картины были оценены выяснилось что они стоят 65 миллионов долларов но поскольку картины были украдены а владельцам были выплачены страховые деньги а к этому времени наследников изначальных владельцев уже не было в живых то возвращать картины было некому и теперь уже наш пенсионер авторабочий был гордым владельцам картин стоимостью 65 миллионов долларов которые висели у него на кухне целые 40 лет он и не подозревал какой ценностью владел все эти годы можете представить как сейчас он к ним относился и как он был горд когда узнал их истинную ценность может быть это как у некоторых из нас друзья субботой седьмым днем недели мы не знали что у нас было мы не знали что мы пропустили мы не знали что это оказывается так ценно может быть и вы не знали но бог в своей милости обращается к вами говорит у меня есть план для тебя я хочу чтобы вы наслаждались благословениями о существовании которых вы даже не подозревали я хочу чтобы вы были счастливы я хочу чтобы вы достигали высот дорогие мои задумайтесь о благословениях о которых вы узнали сегодня из слова божьего подумайте о том что у бога есть лучшее для вас лучшие намерения он хочет для вас лучшего он хочет чтобы вы были ближе к иисусу чем когда-либо прежде давайте помолимся господь иисус мы благодарим тебя за этот дар благодарим тебя за этот памятник который напоминает о том что ты творец о том что ты сотворил нашу вселенную нашу землю и все что наполняет и и господи мы благодарим тебя за эти благословения прости если мы не знали прости если мы игнорировали эту заповедь если мы не хотели следовать твоей воли и помоги нам оценить по достоинству оценить этот подарок эти благословения которые ты желаешь нам дать через соблюдение субботнего дня спасибо господь за этот подарок за этот дар и мы просим чтобы он был для нас радостью чтобы этот подарок мы приняли с благодарностью потому что мы верим что как наш отец ты желаешь лучшего своим детям спасибо отец дорогие мои спасибо большое что вы просмотрели это видео до конца благодарность вам пусть господь вам благословит мы обязательно встретимся в следующем видео где мы продолжим с вами исследовать священные писания не забывайте подписаться на этот канал оставить лайк прокомментировать видео и обязательно поделитесь расскажите об этих видео об этом канале кому-то еще благословение вам и до встречи самое главное помните лучшее впереди